Здравствуйте! В студии Татьяна Трофимова. Сегодня мы говорим о жилищно-коммунальном хозяйстве. Чтобы разобраться с системой ЖКХ, а именно со своими правами и обязанностями в этой сфере, людям часто требуется помощь. В нашей студии сегодня один из таких помощников – Олег Владимирович Елугин, председатель общества защиты прав потребителей по вопросам ЖКХ Чувашской Республики. Здравствуйте, Олег Владимирович! Здравствуйте! В канун Нового года хочется, конечно, говорить только о хорошем, но, как правило, в конце года говорят о повышении тарифов. Уже появились новые платежки за капитальный ремонт. Что скажете? Ну, это, наверное, самая лучшая тема, которая была, потому что состояние домов за последние много лет улучшилось. Не все дома обошли в федеральные программы. Сейчас, начиная со следующего года, 5 рублей 20 копеек тариф, который приложен был по Чувашской Республике, он войдет в работу. Это тариф за каждый квадратный метр. Он будет удобен, будет находиться у кого-то на спецсчетах, у кого-то на региональном операторе. Каждый дом выбрал свою определенную программу. Это накопиловка, которая... Программа идет 30 лет. Каждый дом, независимо от того, что старый дом или новый дом. Если новый дом, значит, он будет накапливать свои денежные средства, и потом в дальнейшем опускаться будет программа. То есть, всех это устраивает, все совсем согласились? Конечно, конечно. Она нужна. С какими жалобами ваше общество, чаще всего в последнее время, обращаются люди? Много ли претензий к работе управляющих компаний? Ну, сейчас, за последние полтора года, то, что мы открылись в городе Чебоксара, мы работаем и по Чувашской Республике. Письма к нам приходят с Канаша, Шумера, Латаря. Мы пытаемся на них ответить, если возможно, мы приезжаем. По жалобам, которые сейчас есть от населения, это в основном плохое качество текущего ремонта. Сюда входит неисполнение управляющей компанией своих прямых обязанностей, это производить вовремя ремонты. Они ссылаются на то, что собственники не проводят собрания, и из-за этого мы не проводим какие-то виды работы. Когда касается проверки этих управляющих компаний, то получается и денег нет. То есть идет такая нехорошая работа с такими управляющими компаниями. Я думаю, что с теми, с кем мы уже начинаем работать, они понимают, что народ обманывать не надо. Будем с ними заниматься дальше. По уборке территорий много есть вопросов. Это по уборке подъездов, при дворовых. Здесь чаще всего сталкиваемся с тем, что уборщики, уборщицы зачастую, наверное, из-за того, что им мало оплачивает управляющая компания, не постоянно выходят на свои рабочие места. И здесь мы получаем много жалоб, конечно. А вот сейчас начали лицензировать управляющие компании. Это как-то меняет ситуацию или пока еще рано об этом говорить? Ну, сейчас по Чуваши комиссия по лицензированию уже создана, она есть. Уже пора об этом говорить, что не все управляющие компании по республике будут работать на рынке по услуге за квартирными домами. Почему? На самом деле здесь ситуация в том, что не каждый руководитель, прежде всего руководитель, компетентен в этой работе. Мы не говорим, что управляющие компании плохие. Они создаются кем-то. Здесь самое главное, кто управляет, как он относится к населению, как смотрится своим коллективом, который правильно вырабатывает тактику работы с населением. Это самое главное. Планирование на год должно быть. И именно вот это лицензирование, оно урежет, я думаю, порядком 25-30% управляющих компаний в нашей республике и наведет порядок. Ну, это что касается управляющих компаний. Наверное, немаловажную роль играет и само отношение жильцов, самих потребителей этих услуг. Вот по поводу них, какие к ним требования или какая просьба может быть? Ну, сейчас мы ежедневно, практически, сталкиваемся с тем, что 95% населения не живут проблемами своих домов. Они уходят с утра на работу, приходят вечером домой и не знают, что у них вообще происходит. И здесь получается так, что в основном актив проявляет старший по дому и старший по подъезду. Если они есть, к тому, чтобы показать, как нужно работать и как нужно правильно решать вопрос с управляющими компаниями. Мы тоже в этой сфере работаем, общаемся, встречаемся с людьми и бывает даже и полезно в этом случае. Хорошо. Также, Олег Владимирович, вы являетесь координатором проекта «Школа грамотного потребителя» в сфере ЖКХ Почуварской Республики. Кому он адресован, какие мероприятия проводятся в Еврамках? «Школа грамотного потребителя» – это федеральный проект. В действительности, он очень нужен населению по обучению в сфере ЖКХ. Ведь когда мы сталкиваемся с населением, мы понимаем о том, что даже самых элементальных вещей собственники домов не знают. Они не знают, как проводить собрание. Они даже не знают, кто у них старший по дому. То есть они кидают жалобы налево-направо, а на самом деле жалуются на неработу текущего ремонта, допустим. И обращение их, оно должно быть настолько грамотным, даже само обращение, которое в свое время может оказать какое-то содействие по правильному решению, выводу дома из какой-то там нехорошей ситуации. Много у нас тем на энергосбережения, много тем на ПОК, ремонту. То есть если жители к нам сейчас обращаются по проведению семинаров, мы работаем также и с ТОСами, и со старшими домами. Мы приезжаем, и на любую тему, которая им нужна будет, вопросы, например, были моменты, когда жители к нам обращались, что у них есть вопросы к прокуратуре какого-то района. Мы, конечно, приглашали сотрудников прокуратуры. Он с семинаром приходил на какую-то тему по более наболевшим вопросам, касаемо этого района. Приходили, рассказывали. Мы можем пригласить представителей жилфонда, жилинспекции. Мы все работаем тесно и находимся как раз в составе рабочей группы. Сейчас программа входит, это обучение, начиная с первого класса, общегоразовательная школа, студенты и пенсионеры. Даже первый класс больше интересует, что можно рассказать этим деткам, которые только что пришли в школу, о ЖКХ. Сейчас деткам, конечно, благодаря педагогическому составу, именно в школах, готовится такая программа, и уже пилотные проекты, они запущены в каждом районе по одной школе, и включая научный баксарст. Мы хотим, чтобы преподаватели, они сами подготовят эти уроки, а мы, как школа грамотного потребителя, будем просто участвовать. Преподаватели сами заинтересованы. Во-первых, они сами проживают в домах и знают самые наболевшие вопросы. И урок они дают настолько красиво, когда школьники, они поднимают руки, отвечают на какие-то вопросы. Ведь все-таки что такое собственник? Собственник – это тот, который отвечает за эту квартиру, он глава этой квартиры. А наши детишки, наши школьники – это будущие собственники, и мы их пытаемся сейчас как раз обучать тому, что предстоит их во взрослой жизни. То, что им предстоит. И как раз сейчас они знают о том, кто оплачивает за квитанцию, насколько нужно экономить вводу, потому что у нас стоят счетчики, нужно экономить эту энергию, тоже стоят счетчики. То есть за все это оплачивают как раз их родители. И в обучении как раз ведется речь о состоянии подъездов, как нужно беречь лифты из своих, в которых находятся. И придумовые, то есть в территориях находятся скамеечки, качели. Все, что нужно как раз для ежедневного использования. Дети с восторгом такие занятия, конечно, слушают, участвуют в таких мероприятиях. Я думаю, что в будущем уроки по ЖКХ хотелось бы, чтобы они вошли уже в стандартную схему обучения именно в школах. То есть, если коротко, можно сказать, что вы обучаете детей быть эффективным хозяином своего дома. Да, совершенно верно. Спасибо, Олег Владимирович. В студии мы говорили с председателем общества защиты прав потребителей по вопросам ЖКХ Чуварской Республики Олегом Владимировичем Елугиным. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова